Какую соковыжималку выбрать для помидоров, в чем отличие центробежной и шнековой соковыжималки, преимущества и недостатки и так далее, вот об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, с вами Николай Пименов. Вот эта соковыжималка называется шнековая, она устроена по принципу мясорубки, с тем отличием, что здесь нет ножа. Чуть позже разберу, покажу более подробнее. Она отжимает медленнее, но зато сок, который получается, вот он у меня уже стоит неделю где-то в холодильнике, он не расслаивается, ничего с ним не происходит, все хорошо. Это центробежная соковыжималка, она отжимает сок быстрее, но она отжимает его менее качественно. Жмых получается мокрый, и кроме того, после нее сок получается через некоторое время примерно вот такой вот. Вот этот сок, это из этой соковыжималки, это я его попробовал сварить в скороварке, как тушенку делают. Видимо, так делать не надо, но не знаю, может, если его перемешать, может быть, он будет вкусный. Значит, вот это у нас соковыжималка Шиваки Slow Juicer, модель HGE 8311. Я даже не знаю, продаются сейчас такие или нет. Причем, я был у одной девушки, ей бывший муж подарил дорогущую какую-то Борковскую соковыжималку, в 2 или в 3 раза дороже этой. Абсолютно все то же самое, никакого смысла покупать дорогую соковыжималку я не вижу. Ну, а эта модель, Бимотек какой-то, это вообще, по-моему, самый дешевый, который я в Ашане нашел. Бимотек J1550 куб, 500 ватт написано. Теперь давайте покажу вам, как оно это все работает. У нас здесь есть шнек, как в мясорубке. С помощью вот этой вот фиговины можно регулировать то, насколько хорошо будет отжим. Она вот регулируется. На нуле это вот, она вообще снимается. Один, это не так сильно отжимать. Два, отжимать максимально. Дальше вот это снимается таким образом. Достается сеточка. Эта сеточка очень легко, кстати, потом моется с помощью обычной зубной щетки. Бывают соковыжималки редко, но бывают, где несколько сеточек разного диаметра. Лучше же рассмотреть такую соковыжималку. Ну, мне тогда это не надо было. Я выбирал, что подешевле, и чтобы более-менее хорошая была. Если я найду на Яндексе, если она еще до сих пор продается, ссылку на нее оставлю. Но на эту, думаю, не надо ссылку оставлять. Так, шнек, он здесь пластиковый, никак в мясорубке не железный. Что тоже, на мой взгляд, хорошо, поскольку сок не окисляется, никаких процессов там точно не происходит. Хотя вот сетка-то, она все равно же железная. Но она зато из нержавейки. А в мясорубке нож, он всегда железный. Ну и, собственно, принцип такой. Он крутит, через сетку продавливает. Спереди у нас выходит жмых. Сюда идет сок. Есть еще шнековые соковыжималки другого типа, когда шнек стоит вот так вот вертикально. Но они, во-первых, дороже. Во-вторых, сколько я обзоров не смотрел, на мой взгляд, они томатный сок отжимают хуже. Даже некоторые соковыжималки вообще не справляются с помидорами. Ну, просто сок не проходит. Может быть, и есть, которые хорошо для томатов подходят. Не знаю. Ну, говорят, что они чуть-чуть получше отжимают. Еще, кстати, есть соковыжималки двухшнековые. Это самые дорогие соковыжималки. У них два шнека идет из хирургической стали. И между ними продавливается, собственно говоря, вся вот эта фиговина. Эти соковыжималки отжимают лучше всего. Но они и стоят что-то. До подорожания курса доллара они стоили 30 кусков. А сейчас, наверное, уже кусков 70 будут стоить. Что касается принципа работы этой соковыжималки, он заключается в следующем. У нас с большой скоростью крутится вот такая вот фиговина. Здесь внизу находится терка. Все перетирается. По действиям центробежной силы сок вылетает через сетку вот сюда вот. А жмых, соответственно, поскольку она вот такая вот, как это, под углом, короче, жмых вылетает тоже под действием центробежной силы. Да, кстати, чуть не забыл сказать. Соковыжималка шнековая. На ней еще можно отжимать зелень. Петрушку там, не петрушку. Сельдерей листовой. Тут сельдерей можно отжимать, только который не листовой. Листья вы сюда никак не запихнете. Гранатовый сок я здесь пробовал делать. Тоже классный получается. Ну и все остальное. И морковку тоже она перерабатывает. В общем, что я хочу сказать. Если вам надо много помидоров быстро отжать, может быть, вам центробежная соковыжималка и подойдет. Но сок впоследствии, через несколько часов, расслоится. И станет примерно вот таким. Я не знаю, как это можно исправить. Что касается шнековых, они есть, кстати, у которых больше оборотов в минуту. Можно рассмотреть и такие варианты. И, конечно же, они отличаются по мощности. Чем мощнее, тем лучше. И, по идее, должны еще и размерами вот этого шнека отличаться. Но у меня нету сейчас никаких других соковыжималок. Обязательно посмотрите, как я с помощью вот этой соковыжималки делаю хреновину. Это вот здесь вот мои любимые сорта помидоров. Аджика, опять же, с использованием вот этой соковыжималки. И самое новое видео на канале. А с вами был Николай Пименов на канале Практический Огород. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Добрый будет с вами урожай и хорошие соковыжималки. Да.